Всем привет дорогие друзья и с вами Саня. И сегодня у нас очередное пополнение Blu-ray коллекции. Давайте посмотрим. Сегодня у нас из трех мест. Закупился из трех мест. Это 1S, Ozone и Form Total DVD. Давайте начнем с 1S. Взял 5 позиций, взял 5 позиций, списал бонусы. Всего получилось 400 рублей за 5 позиций. Давайте начнем с первой. Этот фильм называется Отмель. Давно он у меня уже лежал в избранном. И что-то недавно я Челюсти пересматривал. Захотелся в авторской озвучке пересмотреть. И вспомнил, что, блин, Отмель у меня уже лежит, надо брать. И как раз тут немножко какие-то позиции появились. Там скидочки всякие появились по 99. Мне на почту пришло оповещение. И как раз я немножко еще накидал. И в итоге решил закупиться в 1S. Этот фильм я смотрел. Этот фильм я смотрел. Блейк Лавли в главных ролях. Приезжает на уединенный пляж. Там одна она всего лишь. Ну, этот фильм, можно сказать, из одного актера. И поплавать там раз в год, что ли. Волну словить. Она серфингистка. И потом она оказывается в заложниках акулы, в общем. На Бакине потом сидит. Там какое-то время вроде она как бы и рядом. И все равно не может никак добраться, чтобы спастись до берега. Хороший фильм, добротный такой. Мне понравился тут такой хороший трансфер. Хорошие ракурсы. И вообще такой трансфер довольно добротный. Такой яркий. Море красивое. Пляж, солнце. Отличное издание. Отличный, хороший фильм. Издание у нас в элит-коробочке. Также этот фильм издавался в 4К. Выходил за рубежом. По-моему, даже у нас выходил. Я как-то хотел закупить. Потом думаю, не, все-таки возьму блюрейчик. Этот 4К не буду. Все-таки я зарекся в 4К покупать те фильмы, которые на блюрей не выходили. Такая накатка. И вот такая у нас обложка. Хороший фильм. Пересмотрю с удовольствием. Едем дальше. Фильм такой неоднозначный для меня получился. Но я все-таки решил его забрать. Фильм называется Игрянул Шторм. Можно было его в народном зацепить. Но что-то я его пару раз обходил. А потом уже, когда захотел забрать, поблизости уже нигде не было. Трис Пайн у нас в главных ролях. Также Кейси Аффлек. Кейси Аффлек, Бен Фостер и Эрик Банна. Этот фильм я смотрел. Что-то как-то он мне, честно, средним показался. Но я решил ему дать еще один шанс. И все-таки решил забрать на блюрейчике. Это у нас издание от Дисней. Издание Дисней. Также присутствует... Внутренний арт. Также присутствует внутренний арт. Дадим ему этому фильму еще второй шанс. Пересмотрю. Может быть, все-таки Панаса. Так, едем дальше. Следующий фильм. Это у нас типа документалки. Типа документалки. Взял вот такую штуку. Прогулки с динозаврами. Я уже в недавнем выпуске показывал. Игру интерактивную для Ван дер Бук. На Плейстейшн 3. Прошел эту игру. Такая довольно-таки интересная. Но она детская. Но там есть интересные викторины. Можно какие-то знания свои подтянуть, если интересно. Такая интересная, довольно-таки хорошая, неплохая анимация для Плейстейшн 3. Отличное управление. Наконец-то расчехлил муфы. А я его убирал уже в дальний ящик. А тут достал. И так с удовольствием прошел. Все-таки игра не короткая. И как раз вот эта прогулка с динозаврами имеет отношение к игре. Тут вроде как те же самые персонажи. Там и персонажи есть. Там не просто про динозавров рассказывают. Там и имена им дают и так далее. И я решил в 1С все-таки вот такое издание забрать. Люблю динозавров с детства. Кстати, давно она там лежит. Уже по 99 вот эта вот. Блю-рей 3D прогулки с динозаврами. Там еще и 2D есть издание. И поэтому я решил все-таки забрать. Я вот обходил, обходил страну. А тут думаю, блин, игра появилась все-таки. Надо и блю-рейчик заиметь. Так, едем дальше. Здесь у нас 2 мультика. И здесь у нас Семейка монстров. Семейка монстров, она входит как раз в бокс вот этой студии Лайка. Все уже взяли трилогию. Но так как у меня вот такое двойное издание уже давно. Это Паранорман и Каролина в стороне кошмаров. Семейку монстров именно мне не хватало. Я такой думал. Или взять Семейку монстров, вот это издание за 99. Или еще взять трилогию, где Семейка монстров и те два мультика еще. Но в итоге думаю, что плодить дубли. В итоге возьму Семейку монстров отдельно. Я этот мультик не смотрел. Только ролик глянул. Там как раз он в 1С висит. На странице этого издания. Ну, вроде ничего такой. Поэтому решил забрать в итоге. Здесь у нас издание в Слипе. Блю-рей, 3D. Плюс просто Блю-рей. Но у нас здесь 2D и 3D издания. Они на одном диске. Они на одном диске. Вот такое классное издание. Но все-таки в трилогии, где 3 мультика в одном боксе. Оно такое, нормальное. Но пришлось бы куда-то девать вот этот бокс. Тогда и то у меня Паранорман уже где-то был. Отдельно еще в Слипе. Я его помню в МВиде давно очень покупал. А то у меня было бы уже тогда 3 Паранормана, 2 Каролины и 1 Семейку монстров. А так, вот так вот пускай будет. 3 мульта от у нас студии Лайка. Вот такая вот красота. И взял вот такой еще мультик. Называется Дом. Недавно смотрел мульт. Он уже давно у меня в коллекции. Это Шерман и Пибоди называется. Честно, не очень, кстати, понравился. И там как раз в начале, когда диск включаешь, там ролики идут. Там идут ролики, трейлеры всяких мультов. И там как раз вот этот Дом показывали. Ролик мне понравился. Такой неплохой мульт. Такой цветастый, интересный. С какими-то вот такими человечками, уродцами. Вот этими вот такими необычными. Все-таки решил его забрать. Создатель Суперхита, как приручить дракона, представляет один из самых трогательных и смешных мультфильмов года. Вот гласит нам обложка. Издание у нас двухдисковое издание. В Слипе, Blu-ray 3D и просто Blu-ray. Так. Здесь у нас два диска на одном шпинделе. Такая у нас накаточка и вот такая обложка. Посмотрю. Смешной по ролику. Довольно-таки мультик такой. Он яркий такой. Нормальный смешной такой. Немножко Слип понялся. Так что вот такое у нас интересное издание. Уходи ко мне в коллекцию. Так. Здесь у нас давайте. 1С закончили. 1С закончили. Кстати, вот всего 400 рублей. Всего 400 рублей за 5 позиций. Что довольно-таки неплохо. Давайте. Газончик. Здесь у нас была акция. Была акция большого бонифация. Здесь у нас всего лишь 3 позиции. Давайте начнем. И первая позиция. Была акция. В общем, промокод LAV750. Они мне прислали на почту. Саня говорит, не хочешь ли ты у нас сделать заказ. Сделаешь на 1500, мы тебе 50% скидываем. В итоге 750 заплачу. Сказано, сделано. Спасибо, Озон. Они мне сделали в итоге скидку. Вот за 3 вот эти издания, за 3 фильма я отдал с доставкой 900 рублей. Что довольно-таки неплохо. И первая позиция. У меня пираты Калибрского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. Ходил на этот фильм в кино. Он мне показался неплохим. И я бы сказал так, что этот фильм для меня, он получше, чем 4 часть. В 4 части был крутой антагонист. Это танчорная борода Эдвард Тич. А здесь у нас вот такой вот уродец в исполнении Хавьера Бардема. Вот он. И 4, честно, для меня одна из худших частей. А вот эта показалась довольно-таки неплохой. И в итоге, я взял вот эту часть. Это последний. Скорее всего, с Джонни Деппом и этими актерами уже ничего выходить не будет. И можно сказать, я закрываю сет по пиратам Калибрского моря. Квадрология. У меня квадрология в таком издании я уже показывал. На странных берегах 3D издание. Такое вот у меня отдельно. Закупал на форуме, помню, недорого забрал. И в итоге пираты Калибрского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. В итоге тоже забрал. Как ходил в кино. А он у нас уже в каком году-то вышел? В 17-м. В 17-м году этот фильм вышел. И с тех пор я его больше что-то как-то не пересматривал. Как-то не особо тянул. А в итоге он мне обошелся в 300 рублей. И в итоге я думаю, блин, надо все-таки сет закрывать. Сет надо закрывать. Издание у нас. Так, вот такая у нас накаточка с внутренним артом. И вот такие коробки. Уже 100 лет таких не видел, чтобы в таких коробках продавали. Я думал, все-таки в коробке Elite будет издание. Но нет. И вот такая у нас обложечка. Вот такая обложечка. Отлично. Пиратов. По пиратам вообще сет закрыт. Все отлично. Так. Здесь у нас шедевры Хичкока. Посмотрел я все те фильмы, которые до этого покупал. Хичкоковские. И, короче, у меня в избранном все остальные фильмы лежат. И я просто решил... Просто первые попавшиеся. Я все равно их по-любому все буду покупать. И закинул фильм с названием называется Диверсант. Просто думаю, у меня его нету, поэтому закину. Собираю с Хичкоком все фильмы. Я уже посмотрел. Надо продолжить добивать Хичкока до конца. Добить до конца. Собрать все фильмы, которые выпустил у нас новый диск. Так, это у нас такое вот издание. Доверсант. Дополнительные материалы есть. Субтитры русские. Язык русский. Такой вот у нас фильм. Так. По Хичкоку еще один фильм в коллекцию. Следующий фильм. Это у нас Черная Пантера. Черная Пантера. Закрываю сет. Пытаюсь догнать по киновселенной Марвел. Мне в итоге остается еще три фильма. Это Тор 2, Стражи Галактики 1 и Первый Мститель. Противостояние. Она же гражданская война. Но ее с русским не выходило. Ну, можно будет какую-нибудь сборку сделать. Или купить иностранное здание без русской локализации. Просто для полноты коллекции. На Черную Пантеру также был в кино. Мне этот фильм показался неплохим. Не знаю, что многие его хают. Большую кассу довольно-таки собрал. Хороший сюжет. Хорошие актеры. Да, тут афроамериканцы сплошные. И тут все афроамериканцы. Но хорошо и довольно-таки играют. Понравился вот этот персонаж. В исполнении Майкла Бит Джордана. Он же Келмонгер в фильме. По сюжету очень неплохо. Мне показалось не худшая часть, я бы сказал, из того, что есть в Марвел. Из того, что есть в Марвел. Взял, не стал брать 3D. Взял 2D версию. Также у нас здесь присутствует внутренний арт. И также я его не пересматривал с тех пор, как ходил в кино. Так что будет повод. Прям, думаю, на проекторе пересмотрю с удовольствием с диском. Будет круто. Так. И здесь у нас посылочка с форума Total DVD. Так. Немножко глоточек сделаю. Взял на пробу вот эту Pepsi сегодня с Тимати. Там, Dark Vanilla. Фигня. Классика не стареет, как по мне. Так. Это у нас с форума Total DVD. Посылочка на полторы тысячи рублей. Тут вместе с доставкой она мне обошлась. Вместе с доставкой была аукциончик. Я просто поставил, сделал ставки и забыл. Все. Сделал ставки минимальные, которые там были, минимум. Все. И забыл. И потом мне продавец пишет, вы выиграли. Короче, выкупайте ваши лоты. Я думаю, отлично. Так. Вот так хорошо запаковал. Довольно-таки надежно. Много картона и скотча. Чтобы почта России ничего не повредила. Так, так, так. Где у нас тут? Вот здесь разрежем. Так, это в сторону. И здесь у нас четыре позиции. Здесь у нас четыре позиции. Пупырочка. Так, пупырку. Попробую. А, она прям так вытаскивается. Так. И сразу вот ми-диск в руки падает. Это диск из народного, за которым я, кстати, гонялся. Я его гонялся. Я пару раз его заказывал. Но его почему-то не было в наличии. Его снимали с заказа. И этот фильм называется «Одержимость». «Одержимость» выпускал у нас новый диск. Это у нас такой костратик. Местное издание. Майлз Теллер и Джей Кей Симмонс в главных ролях. Не получалось у меня его все купить. Пытался его положить в корзину. Помню, в пару мест. Нажимаю «Добавить в корзину». И все. У меня страница перезагружается. В итоге этот фильм почему-то я так и не смог купить. Не добавлялся. Этот фильм я смотрел. Смотрел один раз. Очень такой отличный, захватывающий. Сильный такой фильм довольно-таки. Вот он мечтает стать у нас музыкантом. Персонаж Майлза Теллера. И он приходит вот к этому мужику. В исполнении Джей Кей Симмонса. А он такой злой, такой матерый преподаватель. Он преподает там в оркестре. И он просто по максимуму требует выкладываться. Если вот хочешь стать крутым музыкантом. Просто надо пахать. И гоняет его там в хвост и в гриву. До мозолей, до крови. На руках он на барабанах играет. И у него потом мозоли от палочек барабанных. Отличный, сильный фильм. Такой довольно-таки эмоциональный. И что-то я как-то его не брал. А тут его быстро у нас почему-то в Москве разобрали. И поэтому взял на форуме в итоге. Ну ничего страшного. Это ерунда всё. Так. Так, так, так. Здесь у нас вот. Возьму вот этот диск. О, это кстати у нас из Медиамаркта. Медиамаркт. Это у нас Страсти Христовы. Тоже обходил этот диск. Именно это издание. Обходил его потому, что здесь нет русской локализации. Ну в смысле дорожки русской. Здесь только русские субтитры. Я вообще с субтитрами фильм не смотрю. Я люблю обычно расслабиться и слушать озвучку. А читать как-то не всегда привык. Не очень хочется. Это у нас фильм Мэлла Гибсона. Этот фильм Мэлла Гибсона. Я помню его смотрел немножко. Язык. Смотрите, язык арамейский, латинский и иврит. Субтитры русский. Звук DTS HD. Это у нас также Кастратик. Кастратик от NDPlay. Я его помню как-то смотрел. Буквально там, я не знаю, ну кусок какой-то. Буквально какой-то кусок этого фильма смотрел. То ли его где-то показывали. То ли с субтитрами его показывали. То ли я скачивал. Вот честно уже даже не вспомню. И что-то я его обходил, обходил, обходил. Так же как и Апокалипсис. Апокалипсис Гибсона у меня тоже нет. Поэтому надо его будет все-таки тоже где-то взять, закупить. И потом думаю, ну что бабушку лохматить. Пускай будет. В итоге попробую с субтитрами посмотреть. Все-таки решился я посмотреть с субтитрами. Может зайдет. Может будет интересно как бы. Может я со временем буду все на оригинальной озвучке смотреть. И только с субтитрами. Ну не знаю. В итоге все-таки решил забрать. Легендарный фильм Мала Гибсона. Мала Гибсона я люблю. Отличный как актер, так и режиссер. Еще у нас один диск из народного. Это называется фильм Призрачная нить. Здесь у нас играет в главных ранер Дэниел Дэй Льюис. Дэниел Дэй Льюис. Первый раз на актера Дэниела Дэй Льюиса я посмотрел. Это когда фильм называется Банда Нью-Йорка. Банда Нью-Йорка. Посмотрел. Отлично актер сыграл. Вот кстати вот так вот смотрю. И мне почему-то вот эта обложка вот этот ну Дэниел Дэй Льюис напоминает Рэйфа Фаенса. Почему-то вот я смотрю как будто это не Дэниел Дэй Льюис. Просто решил забрать. Вроде я слышал что этот фильм довольно таки интересный. Плюс издание в слипе. И думаю заберу все-таки у человека. Сделал ставку, выиграл и посмотрю с удовольствием. Не знаю ничего об этом фильме. Вроде как хороший такой. Тут у нас написано гламурный Лондон 50-х годов. Вот такая у нас накаточка и вот такая обложка. Так что издание в слипе. Издание у нас. Вот немножко слип помялся. Ладно. Потом положу. Не получается вот эти вот коробки длинношпиндельных нормально запихивать. Так. И взял еще один фильм. И взял еще один фильм. Это 4К. И это миссия невыполнима первая. Пока что еще только диски собираю. Смотреть мне не на чем. И все-таки я не зарекся даже сказать. А как-то пытаюсь все-таки собирать те фильмы, которые не выходили на обычном Blu-ray. Этот диск мне обошелся всего лишь в 600 рублей. В 600 рублей в магазинах он полторы где-то стоит. Вышел бокс. Но я не знаю. Скорее всего третью, четвертую, пятую, шестую части я не буду, наверное, в 4К брать. Хотя, блин, ну фиг знает. Ну, наверное, не буду брать. Я все-таки, наверное, пока возьму первую, вторую. Можно, конечно, накопить. Взять вот этот бокс со всеми частями сразу, чем брать россыпью. Ну, с третьей по последнюю у меня уже есть на обычном Blu-ray. Его только в первый, второй не хватает. Поэтому, скорее всего, возьму в 4К вторую. Так. Издание у нас в шлипе. Кстати, вот человек не сказал, что оно не новое, а кажется, оно распечатанное. Ну да ладно. Так. И здесь у нас вот такое вот импортное литье. Импортное литье. И вот такая обложечка. Отлично. Первая часть. Вот мне первая нравится. А вот вторая, кстати, не очень. Хоть ее и снимал Джон Ву. Мне она все-таки вот как-то не очень по сюжету заходит. А первая красота. Я помню, у меня DVD-шка была. Она, по-моему, даже до сих пор есть там в авторской озвучке. Не помню уже в какой. Помню специально мы с чуваком ездили и весь рынок обходили, рынок электроники. Я вот покупал миссию «Невыполнима» первую. Так что вот такое вот классное издание. Всего лишь за 600 рублей. Так что вот такой вот у нас интересный закуп вышел. 11 Blu-ray позиций и один фильм, еще 4K в мою коллекцию. Закрыл сет по «Пиратам Карибского моря». Продолжаю закрывать сет по киновселенной Marvel и по Хичкоку. Также продолжаю немножко закрываться. Так что вот такие у нас интересные обновы сегодня. Спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и всем пока. Я побежал смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok